Расследование на Черном море. В Крыму произошла авария на судне с названием «Шквал». И если бы не пилоты самолета, который летел из Симферополя в Стамбул, то никто бы не спасся. Впрочем, люди описывают свою историю совсем по-другому. В течение всего сегодняшнего дня поисково-спасательные корабли Украины безуспешно пытались найти 8 членов экипажа рыболовецкого судна «Шквал» накануне затонувшего в результате взрыва. Самое удивительное, что эта катастрофа произошла на глазах у многочисленных свидетелей. Но никто не мог и предположить, что же произошло на самом деле. Взрыв был замечен пассажирами самолета, летевшего по маршруту Севастополь-Стамбул, и экипажем теплохода генерал Ватутин. Но из-за того, что рыболовецкий сейнер находился рядом с закрытой на это время акваторией, все предположили, что в этом районе проходят военно-морские учения. Экипаж генерала Ватутина, понаблюдав, как на их глазах в течение 20 минут затонул шквал, маршрута не изменил. «Не было ни подата никаких сигналов СОС, ни сигнальных ракет, вообще ничего. Мы от него находились примерно в 7 милях, это 14 километров примерно. И в бинокль не наблюдались никакие люди, ничего. Этот район был закрыт до 10.30. Мы подумали, что это производится военное учение». Вся информация о поисках сегодня стекалась в оперативный штаб ВМС Украины. Сейчас специалисты изучают несколько возможных версий происшедшего. Но рассказ единственного чудом выжившего члена экипажа рыболовецкого сейнера Андрея Можайского, по мнению оперативного дежурного украинского военно-морского флота Александра Шитикова, свидетельствует о том, что, скорее всего, причиной взрыва была попавшая в рыбацкие сети глубинная бомба времен Великой Отечественной. «Малые охотники за подводной лодкой сбрасывают такие бомбы. Вот типа вот такой бомбы на ББ-1. Там 100 килограммов взрывчатки морской смеси. Подняли на борт, и потом она бабахнула. А вот этот, который спался, был внутри сейнера, в районе камбуза с собакой. Вот их выбросило взрывной волной, а, видно, весь остальной экипаж находился на верхней палубе». Сам Андрей Можайский сегодня на буксире, доставленный в Севастополь, был настолько потрясен случившимся, что отвечал на вопросы журналистов односложно. Лишь когда его спросили о собаке, Андрея прорвало. Дворняжка по кличке Маня спасла ему жизнь, считает моряк, в то время как он более шести часов находился в море, держась за обломки мачты своего судна. После больничного обследования Андрей собирается забрать собаку с приютившего ее траулера к себе домой. «Залез на мачту, кричал, но это бесполезно было. Потом два траула подходило, то же самое, плавал, это тоже бесполезно было. Последний раз уже собака увидела самолет, начала до меня подползет, голову положит, на плечо мне показывала. Потом я увидел корабль, мачту, и на мачту начал плыть». Два года назад в этом же районе без вести пропал Сейнер с шестью рыбаками. Судьба судна и его экипажа до сих пор неизвестна. Очень вероятно, что в этой акватории еще много глубинных бомб, оставшихся со времен последней войны. Алексей Ивлеев, телекомпания НТВ. Фюрера. На дачу к Гитлеру приезжали и другие известные личности нашего века. Герцог Уинзор, который правил Великобританию 11 месяцев, в 1936 году под именем Эдуарда VIII, также был в Берхтесгадене, самым тихом и любимом месте отдыха Гитлера. Сейчас на ваших экранах довольно редкая фотография герцога Уинзора. 23 октября 1937 года его и его возлюбленную американку Уоллес Симпсон, ради которой он отрекся от Британского престола, приветствует караул войск СС, направленный для встречи гостей. Никогда иностранцев не было в домике Гитлера в Кельштайне, который называется еще Орлинное гнездо. Здесь, на высоте 1834 метра, Гитлер, по одной из легенд, принял решение о нападении на Советский Союз. Сюда он ни разу не вернулся после начала Второй мировой. Эту резиденцию американцы хотели взорвать после войны, опасаясь, что через систему подземных бункеров нацистские преступники покинут в тайне Германию. О самом загадочном, возможно, объекте Третьего Рейха сегодня наш специальный репортаж. Вошедшие под самый конец войны в эту часть Баварии американцы нарекли, не без восхищения, дом на вершине Кельштайн орлиным гнездом. А вообще-то он проектировался, как чайный домик. Это вроде бы милое и элегантное архитектурное понятие, строители Третьего Рейха трансформировали в мощное сооружение с метровыми стенами. Такого был подарок национал-социалистической рабочей партии Адольфу Гитлеру к его 50-летию в 1939 году. Как и положено орлиному гнезду, оно господствует над мелкими отсюда домишками в долине. Понятно, простым смертным путь сюда был заказан. И сейчас добраться до вершины можно лишь в организованном порядке, только специальными автобусами. Дух захватывает уже от дороги, проложенной по крутым склонам баварских Альп. Ее считают шедевром германского инженерного гения. Чтобы пробить путь в скалах, обустроить полотно и узкие норы туннели, потребовалось лишь около года. А чем дальше, тем больше все смахивает на графа Монте-Кристо. Гитлер любил приключенческие романы. Дорога до самой вершины не доходит, и нужно пройти туннелем в самое сердце горы, к подземной ротонде. Лифт, весь в бронзовых зеркалах, за 55 секунд доставит еще на 120 метров вверх. Гитлер побывал впервые здесь, в окрестностях горы Обер-Зальцберг, еще в 1923 году, под именем Герр Вольф. Он только что вышел из тюрьмы после неудавшегося путча, и среди роскошных альпийских пейзажей завершал работу над Майнкампф. Фюрер говорил, что здешние горы вдохновляют его, и выбрал их местом своей загородной резиденции. Постепенно в Обер-Зальцберге было построено несколько домов, включая знаменитый Бергхоф. Сюда же перебрались и другие руководители Рейха. Самый узкий круг. Здесь фюрер представал в непривычном для миллионов облике, без надменности и приступов ораторской истерики. По воспоминаниям он был тихим, предупредительным и вежливым. Тут они проводили время с Евой Браун. Их отношения никогда широко не афишировались. Идея вознести жилища рейхсканцлера на самую вершину, с тем, чтобы потрясать воображение гостей, и в первую очередь иностранных, принадлежала рейхслейтеру Мартину Борману. Над сложнейшим, даже по нынешним меркам, секретным проектом трудились лучшие архитекторы и инженеры Германии. В конечном итоге чайный домик обошелся в 30 миллионов рейхсмарк, или где-то 70 миллионов современных долларов. Но хозяин наведывался сюда редко и ненадолго. Он боялся высоты, не доверял лифту и опасался удара молнии. Охрану чайного домика и всего района осуществляли специально расквартированные части СС. Таинственный Обер-Зальцберг был объектом пристального внимания разведслужб союзников. 25 апреля 1945 года британская бомбардировочная авиация провела два рейда, разрушив практически все сооружения вокруг, кроме чайного домика. А затем пришли американцы. Кое-чего отсюда пошло на сувениры. Интерес солдат и офицеров был вполне понятен. Мы знали, что это была резиденция Гитлера, где он развлекал Еву Браун, свою возлюбленную. А Гитлер был сильным лидером немецкого народа, которого было нелегко победить. Пайлс Диксон из штата Миссисипи был тогда подполковником и служил в здешней комендатуре. Орлиное гнездо было в те времена чем-то вроде армейской зоны отдыха. Наверное, все американские и другие союзнические военачальники побывали здесь. Я помню приезд Эйзенхауэра. Тогда над входом в туннель, который ведет к лифту, у нас висела табличка только для офицеров. Остальные должны были карабкаться по склону. Эйзенхауэр забрался и сбросил надпись вниз. С тех пор никому не нужно было карабкаться пешком. А лифт вскоре сломался. Так в Орлином гнезде окончательно победила демократия. В 50-х все было возвращено немцам. Сейчас здесь ресторан, приносящий, естественно, немалый доход. Несмотря на довольно большое количество туристов, подготовка телевизионного репортажа требует специального разрешения баварского правительства. И когда я позвонил, чтобы получить такое разрешение, довольно неосторожно сказал, что мы хотели бы снять мемориал музея Адольфа Гитлера, чиновник на том конце провода, как мне показалось, довольно испуганно. Но в то же время твердо ответил, у нас нет никакого в музее Адольфа Гитлера и быть в принципе не может. В этом вся суть здешнего отношения к местам, связанным с именем Гитлера. Среди множества продающихся здесь сувениров не увидишь портрета фюрера. Чайный домик практически не рекламируется как историческое место. И многие туристы до последнего момента не очень понимают, куда они попали. Да, они этим сильно не афишируют, как бы это, ну, не показывают это. Даже мы ехали тут, искали место, и то, это не называя ничего, Гитлера даже никаких слов нет. Узнать что-то можно лишь из видеокассеты, нескольких книжек. Но большинство посетителей сразу же направляется осматривать красоты. Экскурсии никому не навязывают. А сразу после войны существовала идея вообще все здесь взорвать. Так велика была ненависть Гитлеру. Да, об этом поговорили, к счастью, до этого не дошло. Я не знаю, кто остановил это. Настроение у местного населения такое. Это часть нашего прошлого. Я доволен, что дом не взорвали, это точно. Все это прекрасно, как оно есть. А какая радость наблюдать руины. Если честно, то был, конечно, еще один довод. Построен чайный домик и все подсобные сооружения настолько крепко, что взорвать его было бы весьма нелегко. Пришлось бы разворотить добрую часть горы. В общем, так или иначе, а секретный объект тысячелетнего рейха стоит. Правда, в галерее, где отдыхал когда-то фюрер, теперь ресторанная подсобка. Как неаккуратны немцы, но присутствие широких демократических слоев, пьющих пиво и закусывающих свининой и сквашенной капустой, неизбежно снижает былое тоталитарное величие орлиного гнезда. Дмитрий Хавин, агентство «Русская линия», «Бавария», специально для НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова